знаете ли вы такую игру который называется у но вот мы в нее играем и и выиграл два раза ждем когда папаша приедет наш надеюсь что не приедет не хочешь ехать хочу соскучился небось там его брат клема и марта на кону у нас желтый и смотрите на это ни одного мама поиграй со мной поиграй со мной я предложил шахматы поиграть то короче денис у нас тоже любит шахматы как и я а если скучно то вот так это кто всю банку конфет все съели мы когда едим какую-то фигуру мы кидим конфетку желатину только что закончился эфир с ксении и я сейчас еду за яйцами шоколадными в магазин потому что мне нужно купить денис когда придет он будет их искать саду такой обычай здесь есть как происходит мои тренировки они как но я очень рада что влезла в джинсы 42 размера вот ну в принципе еще питочек килограмм чиков скинуть и я буду форме мне нужно скинуть вот здесь жирки а так я люблю очень чтобы были формы какие-то у меня там за кадром шло видео я смотрела наш последний слева который мы записали слушала как она вышла в общем вот так вот я выгляжу товарищи кроссовки одеты до стараюсь как-то что-то ходить по побольше но силовые тренировки я не делаю перестала делать потому что во первых меня не хватает на это времени во вторых у меня нет на это желание никакого пока нет может быть она появится конечно но пока нет тем более что сейчас жара а в жару я вообще не существую просто никак я выхожу после четырех дня где-то но если только не в магазин примерно так ну в общем я считаю что жирки нужно не жирки а мяско мяско так скажем на женщинке должно быть они ляжка комара я не люблю все слишком тонкие такие фигуры ну и как говорится не только я не люблю в общем вот так вот присутствует все что надо в каких местах надо но еще кое-что присутствует что надо убрать я говорю килограммчиков 5 а то и даже может 8 мне нужно скинуть что я делаю из этого из режима своего то есть я продолжаю есть все то же самое я просто уменьшила порции q и стараюсь себе отказывать в маленьких прелестях таких как если я пью кофе если я раньше хватало какой-нибудь пирожок ну имеется еду какую-нибудь конфетку или что-то я себе стараюсь в этом отказывать я лучше съем яблочко то есть вот такие маленькие плюсики сейчас ну и посмотрите вот я накупил опять на наш поиски на наши поиски на пасху на католическую но ребенок у меня не католик у меня православный я его крестила в москве но все равно вот он любит пособирать такое среди моих цветов посадок поискать вот это скажем так что здесь шоколад накуплен кто его будет есть ну друзья будут есть который будут приходить кофе пить ну и денис а раньше это я бы ела представляете шоколад я просто трясусь до шоколада я его обожаю и раньше это все бы елось бы каждый день с чеками если вы помните эти джинсы я в каком-то из видео показывала я их купила всего лишь за 9 евро в нашем магазине в продуктовом 42 размер и я еще думала сомневалась влезу я нет но так как они тянутся я очень хорошо даже влезла вот такие дела друзья денис ушел к папе на выходной а значит у нас есть с вами время поговорить и продолжить рассказы о шреке да кто если спросит и поинтересуется кто-то из девчонок что это у меня это у меня от местного мастера вот такой вот вот такое вот украшение даже не помню честно говоря как зовут местного мастера но вот здесь у нас очень много таких артистов так скажем но куплен это было еще до того конечно как проходят мои диеты они как ну я уменьшила немножко порцию так скажем ем меньше я стараюсь не стараюсь а даже не добавляю не кетчуп и не майонез в еду уменьшаю масло потому что я любитель масло сливочного но сейчас я его уменьшаю стараюсь не досаливать не дослащивать хотя сахаром я не пользовался уже давно я использую мед но вот в чай например маленькую ложечку меня есть такие ложечки которые как бы кофейный очень все стараюсь уменьшать все порции это первое второе так как у меня высвобождается больше энергии соответственно я ее трачу больше делаю и больше бегаю больше двигаюсь чем меньше двигаешься соответственно тем меньше ты сжигаешь тем меньше тебе хочется двигаться поэтому двигайтесь через силу сначала и потом постепенно это будет как бы круг такой на котором налипает как снежный ком да больше двигаетесь высвобождаете больше энергии еще хочется больше двигаться еще больше двигаетесь больше всего делаете как я поддерживаю свою энергию так такую энергичное состояние но я не гнушаюсь кофе например кофе или капучино я могу два или три выпить в день таким образом у меня энергии еще больше мне меньше хочется лечь поспать но я считаю что я заметила кстати когда были каникулы в русской школе и я не вставала рано я похудела как только я встаю рано почему-то у меня потом какой-то полуразбитый день я начинаю меньше двигаться соответственно меньше худеть скажем так поэтому если у вас есть такая возможность если вам уже за 40 до допустим то если у вас есть такая возможность вставать так как требуется вашему организму то это огромный плюс если вы насилуете свой организм и вы встаете рано и потом целый день чувствуете себя разбитый и без без энергии соответственно не можете эту энергию применить в каких-то активностях которые же вас и и вам и сбросят лишние килограммчики то в этом ничего хорошего нет я заметила когда я высыпаюсь у меня в пятницу утром рано нет урока иногда бывает после обеда но я себе даю возможность пятница суббота и воскресенье выспаться как следует то есть я высыпаюсь там прямо чуть ли не на пол десятого да вот так вот да даже если вот так вот каждый день там восемь часов вставать 830 но у кого как вот какие часы био часы если я отлично выспалась то я отлично целый день заряжена и целый день потом бегаю соответственно целый день теряю килограммы воду нужно пить соответственно но не перепивать эту воду иногда люди прям вот заливают в себя насильно я все-таки прислушиваюсь к своему организму где-то воду выпью где-то сок ну апельсиновый кстати что я почерпнул полезного из французского образа потребление пищи это то что здесь вообще никогда не никто ничего не запивает как у нас принято компотиком запить чайком запить там водички чем угодно здесь на столе может на обед там допустим стоять кувшин с водой но не для запивания во время еды все-таки еду полезнее есть сухомятку смачивать и его ее своей собственной слюной тогда нам лучше будет обрабатываться в желудке так скажем если смачивать ее свои слюна если запивать соответственно хуже и откладываться будет расщепляться будет хуже и будет откладываться то там то сям поэтому стакан воды либо до еды чтобы меньше съесть либо после еды топ не прям вот сразу вот так вот залпом вообще я слышала что говорят нужно пить воду не залпом стакан а три глоточка выпивать по три глоточка и отставлять там походил походил еще три глоточка вот так понемножечку кто-то говорит я худею на стрессе я нервничаю и худею это ничего хорошего дорогие друзья худеть на стрессе это наоборот может сыграть злую шутку и может ваши гормоны гормональную систему переделать так что потом вы либо будете не добирать очень резко и не сможете с этим справиться либо один в один прекрасный момент переберете это же не сможете это скинуть лучше быть в ровном состоянии в спокойном ну и соответственно воспринимать этот мир так слегка с юморком скажем так юморок никогда еще не повредил во-первых это вырабатывает эндорфины до когда вы улыбаетесь смеетесь и в другом случае видимо эти эндорфины как то сопоставляются с другими гормонами и улучшают это гормоны видимо которые улучшают гормональную систему поэтому советую все-таки вам улыбаться почаще несмотря ни на что и смотреть на эту жизнь с юмором как бы через призму что весь этот мир это как спектакль какой-то а я сижу и слежу за цифры которые у меня на телефоне показывает сколько у меня подписчиков и подписчиков все больше и больше и сейчас я я чувствую через несколько часов будет тысячи подписчиков это вообще такое событие я не знаю как живут на свете люди как они вообще себя ощущают у которых миллион подписчиков я не представляю я даже не представляю как я себя буду чувствовать если у меня вдруг будет там 10 тысяч или еще больше там 50 или 100 тысяч подписчиков это вообще это такое седьмое небо от счастья это что-то так что я сейчас жду и я чувствую сегодня вечером мы с вами устроим эфирчик у нас все еще продолжается дикая жара невозможно вот на улице долго находиться невозможно сейчас буквально может быть через час я пойду все-таки сажать то что меня чешутся руки я сейчас пока сижу сажаю в такие маленькие горшочки у себя в гараже где прохладно но потом я все-таки пойду в теплицу потому что я закупила очень интересные семена семена редисок так как у меня в прошлое редиска вся какая-то фиговая была такая длинная непонятно а сейчас я закупила очень интересные семена и я пойду их засаживать но многие мне говорят подписчики что лучше сажать на улицу потому что в теплице они видимо там им слишком жарко редиски дело в том что на у там в теплице хотя бы влажность и там прямо по стенам течет вот эта влажность и там им хорошо растениям у нас такая жара что у меня все выгорает просто меня сухая земля вести я боюсь ее сажать сейчас какие-то семена в землю жду все-таки даже дождя потому что земля сейчас просто вся потрескалась вот из-за этой жары из-за того что нас уже второй неделе нет никаких дождей поэтому сажать какие-то семена которые дадут маленькие росточки которые тут же сгорят это кстати а вы знаете где у нас сейчас свободный туризм куда не надо никакие тесты делать просто садитесь покупайте себе естественный тур да садитесь на самолет без всяких тестов и летите и народу там никого мне сестра сейчас прислала видео и фотки где она сейчас отдыхает моя родная сестра она меня младше на 13 лет моя любимая сеструля она сейчас на занзибаре там сейчас никого нет никогошеньки все вообще отлично море теплое и это просто супер отдых это вот для информации